Насколько я могу видеть, эфир уже начался. Давайте потихоньку будем подтягиваться и я благополучно начну. Для начала надо представиться, возможно не все меня знают. Зовут меня Дмитрий Викторович, фамилия моя молодой, я врач скорой помощи и педиатр. И сегодня моя задача рассказать вам про две такие сложные, достаточные и многих пугающие темы. Как ребенок подавился и вторая логично вытекающая из этой темы сердечно-легочная реанимация. То есть что делать, когда сердце ребенка остановилось. Значит начнем мы с первой, начнем мы с ситуации, когда ребенок подавился. Мы говорим про детей до года и в том и в другом случае на это делаю сразу акцент. И в целом можно сильно к этому не возвращаться, потому что у детей старше года и там и там будут некоторые, ну такие будем говорить откровенно, значительные изменения. Вот у детей для года работает все немножко по-другому. Так, значит ситуация, когда ребенок подавился, она достаточно нередкая. И будем говорить откровенно, особенно когда ребенку вводится первый прикорм, ребенок давится достаточно часто, это практически вариант нормы. В подавляющем большинстве случаев ребенок самостоятельно способен справиться с этой проблемой. То есть это не вызывает каких-то сложностей. Поэтому опять же, это не моя тема, поэтому я в нее не залезаю. Но предварительно нужно обязательно узнать следующее. Нужно знать, когда вовремя вводить ребенку прикорм. То есть для того, чтобы начать вводить прикорм, ребенок у вас уже должен уверенно сидеть как раз по той самой причине, что если он этого не будет уметь и вдруг подавится, а он с очень большой долей вероятности подавится, ему будет сложнее откашлиться. Поэтому раньше времени вводить прикорм не следует. Еще раз повторюсь, это не моя тема, я в нее не залезаю. Коллеги, прекрасно вам, я очень надеюсь, все это рассказали. Следующий вопрос, это да, то, что там продукты питания, которые должны вводиться, должны быть такими, ну то есть безопасные должны быть. Все, эту тему я закрываю и к ней больше не возвращаюсь. Рассказываю я такую историю, да, то есть расскажу я вам, что же делать, если ребенок все-таки подавился. Различают полную и неполную закупорку верхних дыхательных путей. Ну, абтурацию будем говорить по-медицински. Значит, неполная закупорка верхних дыхательных путей, это когда ребеночек у нас может кашлять, кричать и плакать. Если ребенок подавился, при этом кричит, плачет, кашляет, это хорошо, это значит, что он может дышать. Вот, потому что если ребенок дышать не может, ни кричать, ни кашлять, он уже, соответственно, не может тоже. Вот, значит, если слышим кашель, слышим крик, по большому счету делать ничего не надо. Если ребенок у вас при этом, например, не лежит, а сидит, да, вот за столиком, как ребенок у вас должен кушать, вот так он и сидит, и пускай сидит дальше, да. То есть в большинстве случаев ребенок способен самостоятельно с этой проблемой справиться. Это, ну, практически естественный процесс. Все дети давятся, в этом нет ничего страшного, нет ничего удивительного. Ваша задача, ну, предварительно обезопасить ребенка и находиться рядом, если что-то вдруг пойдет не так. И вот сейчас мы расскажем, что же нам делать, если что-то пойдет не так. Значит, если полностью закупорены верхние дыхательные пути, ребеночек у нас не может кричать, ребенок у нас не может кашлять, ребенок не может плакать. То есть рот открыт, лицо сначала краснеет, потом начинает синеть, если мы ничего не предпринимаем, и все, и мы не слышим никакого звука. То есть воздух не выходит и не входит. Соответственно, ребенок не может кричать, ребенок не может и дышать. И вот здесь вот нам нужно, ну, то есть нам нужно срочно ребенку начинать помогать. И причем помогать нужно именно вам, а не нам, да, как врачам скорой помощи. Потому что если, грубо говоря, вы не оказали вовремя помощь, очень часто бывает так, что мы, как скорая помощь, приезжаем, когда, к сожалению, все уже или закончилось удачно, или, к сожалению, уже неудачно. То есть мы уже чаще всего приезжаем на этапе, что называется, ну, в лучшем случае, сердечно-легочной реанимации. В моей практике, слава богу, не было детей, у которых случилось вот такое несчастье, но взрослых вот таких вот, к которым мы не успели, несмотря на то, что мы действительно торопимся на такие вызовы, ну, к сожалению, есть в некотором количестве отличном от нуля. Так вот, еще раз, что мы делаем? Значит, наша задача выполнить так называемый прием Хеймлиха. Вот, как он выглядит? Вот ребенок у нас, у нас есть замечательный фантом, который с удовольствием нам все покажет, да. Значит, фантом у нас как раз ребенка до года, поэтому на нем замечательно можно всю технику показать. Значит, ситуация следующая. Ребенок у нас подавился, не кашляет, не дышит. Значит, ну, берем правой рукой, если вы правша, вот, пальцами делаем вот такую своеобразную вилочку. Зажимаем челюсть ребенка, именно челюсть, да, вот именно на фантоме хорошо можно попробовать челюсть. Это кость, то есть вот этими двумя пальцами мы берем за кость, за нижнюю челюсть. Не за горло, да, то есть потому что многие, кто начинают брать вот эту вот куклу, начинают куклу эту несчастную душить. Ну, слава богу, кукле от этого плохо-то не будет, вот, но если вы ребенка возьмете за горло, на самом деле будет, мягко говоря, не очень здорово. То есть нижнюю челюсть мы фиксируем, пальчиками придерживаем так вот, чтобы прям жестко взять, да, потому что, ну, вот, наши кости, они, в общем, вполне себе жесткие у ребенка тоже. Указательным пальцем мы открываем рот ребенка, для того, чтобы инородный предмет мог легко выйти. Значит, следующее, что нам нужно выполнить, это сделать компрессию грудной клетки. Естественно, на весу это не делается. Вот, и любые компрессии грудной клетки, чтобы они были эффективны, обязательно выполняются на твердой поверхности. В данной ситуации самой удачной и самой вот близкой к нам твердой поверхностью по факту является наше же бедро. Вот, то есть мы берем правое бедро. Мне камеру переставлять неудобно, вообще удобнее, на самом деле, чуть-чуть наклониться, да, вот, для того, чтобы это дело выполнить. Но тогда вы из-за стола не увидите, что я делаю. Поэтому бедро я приподнимаю вот таким вот странным образом. Значит, вот так вот мы сажаем ребеночка. Ребеночка мы сажаем верхом на свое предплечье, то есть он не должен вот так вот как-то в бок у вас непонятно свисать, да, то есть наша задача, чтобы максимально плотно был зафиксирован на этом самом нашем предплечье. Вот, при этом мы его фиксируем точно так же своей кистью, да, то есть вот этой вот вилочкой мы взяли нижнюю челюсть, указательным пальцем мы открываем ребенку рот и кладем его таким образом, чтобы попа была ниже головы, да, для того, чтобы нам создать вот такой вот специфический уклон, для того, чтобы инородный предмет под действием силы гравитации мог благополучно выйти. Вот, и вот в этот вот момент, после того, как мы ребеночка зафиксировали, да, еще такой момент, что желательно шею все-таки разогнуть, да, то есть чтобы она вот с него вот так вот была скухоженная, а именно разогнута. Это освобождает верхние дыхательные пути. Вот, вот таким вот образом фиксируете ребенка. И после этого нужно нанести пять хлопков между лопаток. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, на этом моменте фиксируем в руку вот таким вот образом. Фиксируем шейный отдел позвоночника и ребенка переворачиваем для того, чтобы посмотреть ему в лицо. Вот, тем же самым указательным пальцем, которым мы все еще держим, открываем рот, заглядываем ребенку в рот. Если видите там инородный предмет, который вам нужно извлечь, извлекаете. Еще не сказал, пальцами не лезем в рот, вслепую. Вот, ну, про это мы поговорим чуть позже. Быстро говорю. Вот, чуть-чуть можно сбавить темп на самом-то деле, но вот экстренная ситуация, я ее моделирую, что называется. Вот, значит, следующее, что нам нужно сделать, посмотреть на ребенка. Ребенок у нас в себя не пришел, инородный предмет мы не вынули. Следующее, что мы делаем точно так же на втором бедре, да, то есть фиксируем ребенка лицом вверх. Точно так же голова ниже попы находится, чтобы нам создать вот этот специфический уклон. Дальше нам нужно выполнить компрессии грудной клетки. Вот, находим середину грудной клетки, это где-то на один сантиметр ниже линии сосков. Берем два пальца и делаем пять компрессий, то есть пять надавливаний на грудную клетку. Раз, два, три, четыре, пять. Точно так же посмотрели на ребенка, точно так же выполняем повторно. Вот, значит, вот такая техника. Теперь еще немножко теории. Значит, продолжаем выполнять мы вот эти вот наши действия. Ровно до того момента, как ребенок не потеряет сознание. Вот, то есть, ну, вы будете вообще-то видеть, да, что ребенок у вас в шиве, и лице ребенок у вас пытается совершать дыхательные движения. Сначала лицо его будет красным, потом оно будет синим, если ваши действия не увенчаются успехом. И продолжайте выполнять вот эти все манипуляции, которые я описал, да, то есть в одну сторону, в другую сторону. Вот, ровно до того момента, как ребенок либо не откашляет вот этот народный предмет и не придет в себя, либо до того момента, как, к сожалению, ребенок не потеряет сознание. Вот, как только ребенок потеряет сознание, мы переходим к сердечно-легочной реанимации. Вот, о которой наша будет следующая тема. Значит, что нужно сказать еще по поводу вот этой вот темы «Ребенок подавился». Уже начал говорить, еще раз акцентирую внимание, не нужно лезть пальцами в рот ребенку. Вот, то есть это, ну вот, именно официальные рекомендации, да, на которые мы все ориентируемся. Это делать строго запрещают. Вы можете услышать от людей множество разных, скажем так, историй, да, когда это действительно спасло там ребенку жизнь. В том числе мне и коллеги рассказывали, что вот там папа залез пальцем ребенку в рот, вот вынул там эту вот винограда, от спелого винограда, такая пленочка была, она как раз вот так, как шапка, закрыла именно вход в гортань. Но в большинстве случаев, к сожалению, если это делается именно вслепую, то есть если вы видите инородный предмет, который торчит изо рта ребенка, вы его взяли и пальцами достали, вы видите, куда вы лезете. Но тогда, когда вы вслепую это делаете, тогда, когда вы это делаете вслепую, очень большой шанс есть ребенку навредить. То есть вы, наоборот, своим пальцем протолкнете инородный предмет, вот, и, наоборот, закупорите больше дыхательные пути, а это то, чего мы не хотим сделать. Значит, почему мы после того, как ребенок потерял сознание, приступаем к сердечно-легочной реанимации? Вот, вообще, что такое сердечно-легочная реанимация? Сердечно-легочная реанимация – это экстренная помощь, ну, неважно, ребенку взрослому, но в данном случае мы говорим про ребенка до года, да, поэтому вот все действия, которые я сейчас буду описывать, и все, что буду рассказывать, оно справедливо для ребенка до года, именно четко. То есть это последний шанс, на самом деле, на спасение, потому что на тот момент, когда остановилось дыхание, остановилось сердцебиение, на самом деле еще не все потеряно. То есть есть ряд причин, да, которые, ну, вот, ничего нельзя с этим сделать, да, там разорвалась аневризма брюшной, там, или грудной аорты, вот, там, половина крови вылилась, там, в брюшную полость, естественно, как бы спасти уже никак невозможно, на это мы повлиять никак не можем. А вот, на самом деле, вот такая вот причина, которую я сейчас описываю, да, когда ребенок подавился, и если у нас получится вот этот вот инородный предмет в какой-то момент извлечь, ребенок будет спасен буквально сразу же. Вот, и вот эта вот разница, да, она как бы как разница между жизнью и смертью, поэтому оказывать экстренную помощь обязательно нужно, потому что вот в данной описанной ситуации, если мы ничего не сделаем, ребенок умрет, если мы пытаемся что-то сделать, мы дадим ему шанс на спасение. Вот, и при этом, еще раз повторюсь, эту экстренную помощь нужно будет оказывать именно вам, вот, персонально, тем, кто смотрит, да, потому что скорая помощь, ну, к сожалению, не успеет. Здесь разговор идет, на самом-то деле, буквально о минутах, вот, то есть то время, когда, в которое ребенок может находиться в сознании, то есть то время, за которое у нас есть шанс сделать вот этот вот прием Хеймлиха, это, ну, по крайней мере, не больше пяти минут. То есть максимум через пять минут ребенок у вас потеряет сознание, и ваша задача будет приступать к приему, к закрытому массажу сердца. И тут же сразу вопрос, вот я сейчас буду рассказывать про то, что мы начинаем сердечно-легочную реанимацию выполнять с пяти вдохов, да, а какие вдохи, о чем мы говорим, у него же закуплены вот эти вот просвет верхних дыхательных путей, куда мы дышим. На самом деле ситуация следующая заключается, что, ну, понятно, это терапия отчаяния, да, то есть в этой ситуации лучше сделать хоть что-то, чем не сделать ничего. Пускай шанс будет, допустим, не очень большой, хотя, опять же, в случае, когда ребенок подавился, он, ну, такой, ну, прямо ощутимый. Несмотря на то, что шанс не очень большой, все равно этот шанс есть. Поэтому у нас есть вариант, когда мы выполняем вот эти вот самые вдохи, то, что инородный предмет, который закупорил именно гортань, он будет, мы его протолкнем глубже, туда, туда глубже, в трахею, после того, как трахея раздваивается на два бронха, инородный предмет может попасть в один из бронхов и закупорить уже его. Но второй-то бронх у нас будет свободен. То есть одним легким ребенок сможет дышать, и это, по факту, спасет его жизнь. Поэтому, на самом деле, вот именно выполняем мы сердечно-легочную реанимацию, именно так, как я вот сейчас буду рассказывать. Так, все, фантом у нас видно, я надеюсь, да, у меня его закрывают ваши реакции, вот, но надеюсь, что вам будет видно фантом. Вот у нас в нижней части экрана. Значит, для того, ну, то есть, сердечно-легочная реанимация у нас разделяется на закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. По современным рекомендациям начинаем мы сердечно-легочную реанимацию с пяти вдохов. Для того, чтобы нам выполнять искусственную вентиляцию легких, ну, это дыхание рот в рот на самом-то деле. Для маленьких детей, опять же, мы говорим про ребенка до года, из-за того, что лицо достаточно маленького ребенка, мы своими губами обхватываем и рот, и нос. Если более старшие там дети или взрослые, да, то нам надо обхватывать рот и зажимать пальцем нос, для того, чтобы наш воздух не выходил и попадал туда, куда надо. Но обязательно, то есть, если вот у нас фантом сделан таким образом, да, что вот если он лежит вот так вот, ну, и примерно так же будет лежать, в общем-то, человек, поскольку в состоянии клинической смерти все мышцы расслабляются. То есть, это состояние помы или клинической смерти, все мышцы полностью расслаблены. Вот, поэтому нижняя челюсть будет, скажем так, без тонуса мышц опускаться на глотку и не будет свободен просвет дыхательных путей. Если вот в таком состоянии вдыхать, то воздух не пойдет никуда практически. То есть, самое главное, что он пойдет там в желудок, куда угодно, но не в легкие. А нам нужно наполнить легкие. Поэтому необходимо выполнить то, что называется тройной прием сафара. Значит, открыть рот, выдвинуть нижнюю челюсть и разогнуть шею, да. То есть, вот таким вот образом это выполняется. Есть упрощенный прием, когда мы это делаем в одно движение, но по факту это все выглядит вот как-то примерно так, да. То есть, опять же, в одно движение мы это делаем, прежде чем выполнять вдохи. Значит, обхватываем рот ребенка, рот и нос ребенка своим ртом, выполняем пять вдохов. Это начало сердечно-легочной реанимации. Делается таким образом. Вот, то есть, еще раз, разогнули, открыли, выдвинули угол нижней челюсти и делаем пять вдохов. Скорее всего, было видно даже, как движется грудная клетка ребенка. В этом плане фантом очень хорош, да, он помогает симулировать именно вот эту вот всю ситуацию. Какой объем вдоха на самом-то деле? Если мы говорим про новорожденного ребенка, то объем вдоха равняется примерно объему наших щек. То есть, чем меньше ребенок, тем на самом деле выше риск получения, ну, баротравмы, да. То есть, травмы, полученные давлением. Наш вдох, если мы, ну, вот, объем нашей грудной клетки сильно больше, чем объем, в общем-то, ребенка. Если мы новорожденному весь наш объем грудной клетки попытаемся выдуть в его маленькие легкие, у нас есть риски разорвать эти самые легкие. Поэтому совсем маленьким, ну, грубо говоря, там, месяц, два, три, только объем своих щек. Если ребенок становится старше, вот здесь уже сложнее. То есть, у нас есть схемы объема, например, единичного вот этого вот вдоха, да, то есть, врачи ей пользуются, когда, например, включают искусственную вентиляцию легких, да. То есть, аппарату нужно понимать, какое количество, какой объем воздуха нужно в легкие ребенку подать для того, чтобы выполнить один вдох. Вот, но, грубо говоря, если я вам сейчас даже преподам вот эту вот схему, вы фактически не сможете воспользоваться. Потому что вот сейчас можете попробовать выдуть своим ртом 75 миллилитров воздуха. Попробуйте. Не получилось? Вот и я думаю, что не получилось. Поэтому рекомендация там следующая. На самом деле, достаточно такая, ну, интуитивно понятная, можно сказать. То есть, мы выдуваем воздух. Надо помнить просто, что объем легких ребенка меньше, чем ваш. И вы выдуваете неполный объем своих легких, при этом до того момента, как не почувствуете какое-то более-менее ощутимое сопротивление. После этого вы прекращаете делать этот самый выдох, да. Вот ваш выдох для ребенка – это вдох. Значит, вот мы выполнили пять вдохов уже, да. Это я так в динамике не показываю. Именно сейчас пока теорию преподаем. Походу я все покажу, как это делается именно слипно. Значит, следующее, что нам нужно сделать, это выполнить компрессии грудной клетки. Компрессии – это сдавление, значит. Вот, обязательно ребенок должен у вас находиться на твердой поверхности. Вот. И вам нужно сжимать грудную клетку для того, чтобы вот это вот сжатие сжимало вместе еще и с грудью, еще и сердце ребенка для того, чтобы обеспечить какой-то кровоток. То есть, сердце сжимается, по сосудам идет кровь, и это может дать какое-то время для того, чтобы, например, приехала скорая помощь и, ну вот, в данном случае, например, выполнила коникотомию, да. То есть, это такая процедура, которая хирургически небольшой разрез, ну, это как верхняя тархеостомия, то есть, разрезается горло, вставляется тархеостом, коникотом, точнее, он называется, трубочка вставляется, в общем, да, и как раз ребенок может через эту трубочку душать. Или, кстати, взрослый. Вот. Слышал, коллеги говорили, что вам можно сделать это самостоятельно, я так не считаю. То есть, это должен делать именно профессионал, именно в условиях, ну, как минимум, бригады скорой помощи. Значит, мы выполняем вот эти вот самые компрессии, да. Если ребенок у нас совсем маленький, то есть, вот, опять же, там, где-то до полугода, вот, нам удобно ребенка обхватить вот таким вот образом, вот, и выполнять надавливание на грудную клетку тогда, когда ребенок у нас находится в руках. На самом деле, вот этот вот фантом уже не очень удобен для такой вот, для того, чтобы держать таким образом. Вот, у меня не самые маленькие руки, но, тем не менее, на спине они уже не сходятся, и надо сказать, что, ну, не очень удобно выполнять вот так вот эти все процедуры. Когда ребенок еще меньше, да, когда вы его прямо можете плотно вот так вот обхватить, тогда действительно удобно делать так. Значит, куда мы давим? Давим мы на середину грудной клетки. Еще раз, та же самая точка, куда мы выполняли вот эти вот надавливания двумя пальцами при приеме Хеймлиха. То есть, это где-то примерно на сантиметр ниже сосковой линии. И вот, иногда люди не знают, что такое грудина, да, ну, вот, грудина – это такая кость, на которой посередине сходятся ребра. Можете вот здесь вот посередине у себя ее прощать. Точно такая же, только чуть-чуть помягче и, естественно, поменьше. Значит, вам нужно вот еще раз найти вот это вот место. Если еще раз, ребенок маленький, то есть, вот этот фантом, фантом плюс-минус где-то годовалый, наверное. Вот, ну, может, месяцев 11. Вот. Обхватываете грудную клетку и выполняете вот таким вот образом компрессии. Если вы вот так вот держите, в целом можно на весу это выполнять. Вот, но лучше всего, опять же, на столе. Вот, то есть, нам нужна для того, чтобы выполнять сердечно-легочную реанимацию, плотная, ровная поверхность. Твердая поверхность. То есть, мы этого никогда не делаем на кровати, потому что мы не сможем обеспечить вот эту вот самую нужную компрессию, нужное сдавление грудной клетки. За счет этого не будет движения сердца, ну, то есть, не будет сокращаться сердце благодаря нашим действиям и не будет двигаться кровь по сосудам. А нам нужно именно это. Вот, все, все задумано как раз именно для этого. Так, приступаем. Вот, то есть, нам нужно, ну, вот, давайте я покажу вот это вот положение на весу, да. То есть, нам нужно вот на грудь надавить вот таким вот образом. Вот. Значит, насколько мы сжимаем грудную клетку? Вот, насколько положено? Опять же, в литературе для детей до года указано, что там от одного сантиметра до трех сантиметров. Вот, попробуйте сдавить пальцы от одного сантиметра до трех. Да, особенно, когда у вас, ну, условно будем говорить кукла в руках, да. Вот мы на кукле тренируемся. Ну, вот, довольно тяжело это понять, да. Поэтому все-таки больше, более такой четкий ориентир – это одна треть поперечного объема грудной клетки. То есть, нам нужно сдавить где-то на треть. То есть, вот он объем грудной клетки, а сдавить нам надо вот на столько. Вот. Что было хотя бы примерно понятно. Больше сдавливать не надо, потому что это может привести к травмам. Меньше сдавливать тоже не стоит, потому что не будет достаточной эффективности. Вот, еще раз повторюсь, нам нужно сдавить грудную клетку ровно настолько, чтобы, с одной стороны, не получить травму, с другой стороны, обеспечить движение крови. Хотя бы какое-то минимальное. На самом деле, все то, чем мы занимаемся, если оно выполнено идеально, то мы кровоток от нормального можем хотя бы на 10% запустить. Вот. Но эти 10% на самом-то деле дадут, скажем так, они не дадут клеткам головного мозга, в общем-то, погибнуть. До того момента, как, например, не приедет в скорая помощь и не купирует то состояние, которое наступило. Или если скорая помощь принимает у вас пациента и везет в больницу, что это состояние, возможно, купирует в больнице в стационаре. Таким образом, еще раз, вот мы выполнили 5 вдохов, да, дальше мы начинаем выполнять компрессии. Вот, компрессии мы выполняем, сколько выполняем компрессии? На самом деле, здесь, опять же, по современным рекомендациям, говорится, начинаем с 5, потом переходим к вот этим вот компрессиям, то есть с давлением, и выполняем 15 компрессий на 2 вдоха. Вот, то есть 15 раз сдавили грудную клетку, потом 2 вдоха, потом еще раз 15 раз сдавили, еще раз 2 вдоха. Есть такое небольшое уточнение, что это все-таки лучше делать, когда у вас 2 реаниматолога. Вот, когда у нас есть один человек, который делает вдохи, другой человек, который делает именно компрессии вот этого сдавления грудной клетки. Поскольку, скажем так, в реальной жизни ситуация, когда вот рядом оказались 2 специально обученных человека, готовых оказывать помощь, которые еще и понимают, что происходит и что нужно правильно делать, это возможно, но по факту не знаю. Только если бригада скорой помощи, да, там, или бригада реаниматологов, или в семье, например, оба родителя, да, там они какие-нибудь, ну, вот, люди, которые к этому делу прямо имеют непосредственное отношение, регулярно занимаются и тренируются. Ну, то есть, совершенно какая-то нереальная ситуация. Поэтому в большинстве случаев все-таки реаниматолог у нас будет один, да, если мы говорим про маленького ребенка, ну, кто с ним рядом находится, 24 на 7. Ну, естественно, мама, поэтому именно маме нужно будет выполнять, к сожалению, да, естественно, не дай бог, но в любом случае, то есть, делать это придется именно маме, которая будет находиться рядом с ребенком. Поэтому реаниматолог у нас один. А на самом деле самая большая потеря времени в данной ситуации – это переход вот от вдохов к компрессиям, да, потому что мы разгибаем голову, мы делаем эти вдохи, потом мы переносимся, ищем вот эту вот середину грудной клетки, берем руки, начинаем выполнять вот эти компрессии, потом бросаем компрессии, опять переходим к вдохам. В общем, рекомендация следующая, что все-таки, если реаниматолог один, лучше, вот, лучше все-таки, наверное, делать 30 к 2, да, то есть 30 компрессий на 2 вдоха. Вот, потому что меньше будет вот этих вот переходов от вдохов к компрессиям, соответственно, меньше будет потеря времени, можно будет обеспечить более постоянное, что называется, дыхание и сердцебиение. Вот, если ребеночек у вас чуть-чуть постарше, то есть ближе к году, вот примерно размером, как вот этот фантом, как я уже показывал, руки смыкать сзади уже неудобно, вот, поэтому мы делаем точно так же двумя пальцами, как я показывал на приеме Хеймлиха, втором его компоненте, только при условии, что ребеночек у вас не на бедре лежит, а на твердой поверхности. В данном случае это стол и удобнее всего детям выполнять сердечно-легочную реанимацию на столе, если стола поблизости нет, то пол, вариантов других никаких практически нет. То есть поверхность должна быть ровная и твердая, вот, и компрессии выполняются вот таким вот образом, да, то есть вы находите опять вот эту вот точку середины грудной клетки, которая где-то на 1 сантиметр ниже, чем сосковая линия, да, то есть вот линия между сосками 1 сантиметр вниз, вот она вот эта вот точка. Двумя пальцами вот так вот жестко их берете и выполняете вот эти вот самые компрессии. Частота надавливания должна быть примерно где-то 120 ударов в минуту, вот, то есть 120 компрессий в минуту именно в сумме, да, в сумме, учитывая время, которое мы теряем на вот этих вот самых вдохах. Вот, это именно оптимальная вещь, которую необходимо обеспечить. Вот, значит, давайте сейчас просто покажу слитно, как это все происходит, именно сердечно-легочная реанимация. Вот, ну что ж, приступим. Вот мы обнаруживаем, что нам необходимо, да, опять же, да, с самого начала. То есть здесь я рассказываю ситуацию, когда у нас после приема Хеймлиха, скажем так, не увенчался он успехом. Вот, если вы, грубо говоря, обнаруживаете ребенка, ну, там, без сознания, да, то нужно понять вообще, что вам делать дальше. Вот, для этого вы оцениваете сознание ребенка. Ну, вот, то есть отсутствие сознания. Вы к нему обратились вот по имени, он на вас не реагирует, вы попытались его потормошить как-то. Вот, ребенок все равно не реагирует, то есть, ну, не просыпается, все, он без сознания. Следующее, что вам нужно сделать, это определить, есть ли дыхание. Поэтому разгибаем шею, подносим ухо к корту ребенка, значит, и смотрим в это время на грудную клетку. Вот, подносим, смотрим, в течение 10 секунд слушаем, нет ли дыхания, да, то есть, если мы своим ухом, кожей чувствуем движение воздуха, значит, дыхание, вероятно, есть. У нас, у ребенка, получается, нет сознания и нет дыхания, значит, сердцебиение мы не проверяем по современным рекомендациям, это то, на что не следует тратить время. Вот, лично я, например, работая на скорой помощи, вот мне прямо удобнее проверять сердцебиение, да, потому что с дыханием это не всегда удобно, но, опять же, то есть, вот именно в клинических рекомендациях сейчас именно современные стандарты оказания первой помощи четко говорят, что мы не тратим время на определение сердцебиения, потому что есть исследования, которые показывают, что до четверти специально обученных там врачей, медсестер, то есть медперсонала определяет это неверно, и до половины людей, не причастных к медицине, то есть вас. Соответственно, очень большая погрешность, и на это мы время не тратим. Нет дыхания, нет сердцебиения, сразу приступаем к, значит, сердечно-легочной реанимации. Еще раз, да, сначала 5 вдохов, потом 15 компрессий, потом 2 вдоха, потом 15 компрессий. Вот, давайте я сейчас попробую это дело показать на фантоме. Поехали. 15. И так далее. В какой момент вызывать скорую помощь? Вот, то есть, когда только ребенок подавился, понятно, что, ну, наверное, нет большого смысла вызывать скорую помощь, потому что есть достаточно большой шанс, что у вас в целом все получится. Вот, это первое. Второе, вам нужно, грубо говоря, за ребенка хвататься, а не за телефон. Вот, но, грубо говоря, вот уже на моменте, когда вам нужно переходить от, скажем так, приема Хеймлиха к сердечно-легочной реанимации, уже точно нужно вызывать скорую помощь. Вот, потому что ситуация, когда ребенок потерял сознание, даже если у вас все получилось, если ребенок пришел в себя и все остальное, здесь уже обязательно нужен осмотр, обязательно нужен контроль, в общем-то, за состоянием ребенка. Потому что, например, там частичный инородный предмет мог, вот, как я рассказал, да, провалиться глубже и, например, закупорить один из бронхов. Ребенок у вас пришел в себя, он начал дышать, но одно легкое у него не дышит. Поэтому в любом случае экстренная медицинская помощь обязательно нужна. Вот, и еще раз, да, то есть вы хватаетесь не за телефон, а вы хватаетесь сразу за ребенка. Вот, если в процессе где-то вы понимаете, что помощь вам все-таки нужна, ну, или зовите, да, или вот с ребенком вот так вот выбегаете, если вы одна там в квартире находитесь, то там, не знаю, стучитесь к соседям прямо с ребенком вот так вот в руках, продолжая выполнять все эти манипуляции. Если кто-то дома еще есть, то лучше попросить его. Если дома никого нет и как бы тратить время на соседей вы не очень-то хотите, то вот выкладывайте телефон вот так вот из кармана, выложите телефон рядом с собой. Все это время выполняете вот эти вот манипуляции, да, это сначала прием Хеймлиха, потом уже, не дай бог, сердечно-легочную реанимацию. В процессе набираете 112, а лучше на самом-то деле с мобильного телефона набрать 103, потому что когда вы набираете 112, вы сначала попадаете на диспетчера 112. Диспетчер 112 спрашивает у вас, а что же у вас случилось? Вы говорите, вот у меня здесь такая ситуация. Он такой, ага, ну хорошо, сейчас переключаю на скорую помощь. Потом вы разговариваете с диспетчером скорой помощи. Диспетчер скорой помощи спрашивает, а что же у вас случилось? Вот, и вы уже диспетчеру скорой помощи рассказываете, что у вас случилось. Вот, на самом деле во многих регионах связаться со скорой помощью – это прямо не ошибка. То есть есть, скажем так, такие рекомендации экспериментальной методики, когда вам именно диспетчер скорой помощи рассказывает, а что же вам делать? Вот, то есть конкретно вот эти вот манипуляции, да, что вам выполнять, что, зачем делать одно, другое, третье. Вот, был я на вот этих вот, скажем так, конференциях, да, которые рассказывали и показывали, что вот это вот классная новая методика, вот, и у них экспериментально, да, то есть у них вот добровольцы, которые там демонстрируют, как это дело все должно происходить. Честно говоря, вот прям буду честен, меня не впечатлило, да, то есть если это неподготовленный человек, который не знает, что делать, но вот у них получилось, вот у них видео вот это вот демонстрационное длилось 5 минут, и за 5 минут получается, что у них вот этот вот волонтер, да, вот следуя командам диспетчера скорой помощи, получается, выполнил то, что вы должны выполнить примерно за первые 20 секунд. Вот, у них это заняло по 5 минут, и, к сожалению, в этой ситуации уже все будет поздно, да, на самом-то деле, то есть головной мозг человека без кровотока, да, вот без доступа кислорода и питательных веществ, в первой страдает именно головной мозг. Вот без доступа кислорода он может продержаться, ну, в среднем где-то 5 минут. На самом деле нет четкой цифры, то есть в какой-то ситуации, там, и через 10 секунд после начала, там, сердечно-легочной реанимации вполне себе человека можно спасти, и он, то, что называется, будет без тяжелой неврологической патологии, а когда-то, в общем-то, и там полминуты остановки сердечной деятельности ведет к тому, что человек, в общем-то, ну, скажем так, теряет некоторые когнитивные способности, вот, а проще говоря, остается овощем, вот. И на самом деле для детей все обстоит еще, в общем-то, это, откровенно говоря, не лучше, да, потому что, с одной стороны, то есть клетки головного мозга ребенка более, скажем так, чувствительны к, на самом-то деле, гипоксии, то есть отсутствию кислорода, вот. Поэтому очень важно, чтобы, на самом-то деле, хотя бы в общих чертах каждый знал, умел, как это все делается, потому что, как говорится, в экстренной ситуации мы не поднимаемся до уровня своих ожиданий, а опускаемся до уровня своей подготовки. И, к сожалению, если эта подготовка нулевая, то, в общем-то, и результат, к сожалению, в большинстве случаев будет нулевой. Поэтому, значит, если вы живете в крупном городе, в миллионнике, в любом российском, то с вероятностью примерно 100% у вас точно есть очные курсы, да, вот по оказанию первой помощи детям, взрослым, неважно кому. Очень часто эти курсы бывают при МЧС, очень часто бывают при Российском Красном Кресте. Поэтому, ну, было бы желание, да, курсы вы обязательно найдете. Если у вас нет возможности посетить очные курсы, вот, ну, добро пожаловать, в общем-то, в сети интернет, в том числе и Инстаграм. Очень много народу проводит онлайн-курсы. Они ни в коем случае не заменяют работы с фантомами. Вот я это не устаю говорить, да, что только очные курсы. Вот когда вы попробуете поработать с фантомом, когда вы сломаете фантому ребра, когда вы поймете, что вот в таком вот положении вдыхать нельзя, потому что просто не пойдет воздух туда, куда нужно. То есть он пойдет там в желудок, там в бок, куда-нибудь, куда угодно, только не в легкие. Вот, и только тогда вы хотя бы примерно будете готовы оказать какую-то первую помощь, да. То есть мы сейчас говорим про детей до года. Слава богу, с детьми до года это все случается крайне редко. Вот еще раз повторюсь, то есть за все там, ну вот я работаю с 2008 года, правда на детской скорой я работаю только с 2014, ну и благо вот это вот все встречается прямо редко, действительно, да. То есть даже достаточно в крупном городе. Вот, с другой стороны, я работаю, скажем так, на детской неотложной помощи, и вот в общем в реанимационной ситуации это не наш профиль. Вот, а педиатрическая реанимационная бригада, ну вот прям с завидной регулярностью попадает на такие вот тяжелые ситуации. Вот, поэтому еще раз, да, если у вас есть такая возможность, обязательно пройдите хотя бы какие-то курсы. Вот, если что, ну вот базовая какая-то вот прямо информация в режиме ликбеза, в принципе, у меня на страничке есть, так что это тоже вы можете посмотреть. Вот, так, основная, значит, часть у меня вроде бы как закончилась. Вот, и теперь я на самом деле готов буду ответить на ваши вопросы. Вот, поэтому фантом убираем. Стоечку с камерой я сейчас возьму поближе. Вот, и смогу с вами чуть-чуть пообщаться. У нас есть буквально полчасика. С вашего позволения глоток чаю, а то как-то я очень прям быстро, быстро говорил. Значит, если есть какие-то вопросы, задавайте их. Да. Вот, значит, собственно, на курсе вот этом, да, вот на этом, на марафоне, на котором мы с вами встретились в Инстаграм сейчас, я уже вроде бы написал, ну, то есть уже вроде бы опубликован пост, который я писал по анафилактическому шоку. Вот, на самом деле, хорошо, когда этот, ага, хорошо, когда этот пост, значит, хорошо, когда этот пост идет именно в составе других, на самом деле, то есть когда это третий, вот, тогда прям можно качественно все дело объяснить, потому что, ну, вот, крапивница, отек квинки, анафилактический шок, это по большому счету звенья одной цепи. Вот, и, ну, крапивница, крапивницу вызывают те же самые механизмы, и происходят в организме те же самые процессы, на самом деле, что и квинки, что и шок. Вот, поэтому еще раз, да, очень хорошо, когда там вот одно, другое, третье. Вот, ну, мне дали только один пост, поэтому, значит, только один пост. Вот, и сейчас вроде бы как мне дали возможность отвечать на какие-то вопросы, которые там у вас заданы, потому что я пока не отвечал, потому что у меня не было такой возможности. Вроде как поправили эти технические огрехи какие-то. Вот, поэтому на что-то я ответить смогу. Вот, тема тоже очень интересная, и, да, можно по ней будет поработать, вот, каким-то образом. Ну, у меня сейчас озвучена в прямом эфире вот такая вот тема, да, поэтому если какие-то, еще раз повторюсь, будут вопросы по этому поводу обязательно и задавайте. Я видел, у нас что-то длинное, какие-то вопросы были, но я так понял, что все плюс-минус, я уже ответил. Пока вижу только реакции. Как понять, что делаешь неправильно? Ну, к сожалению, вы этого никак не поймете, когда все уже случилось, да, поэтому еще раз повторюсь, нужно тренироваться на фантомах, на куколах, потому что на куколах сразу будет понятно. Вот эта вот кукла, например, которая у меня вот была буквально пару минут в руках, она, например, не даст делать вам вдохи, если не разогнута шея. Вот сразу поймете, да, то есть там вот я когда делал вдохи, прям можно было зрительно, визуально можно было увидеть, как поднимается грудная клетка у этого самого фантома. Поэтому на самом деле, ну, только тренировка. Я когда работал на 0,3, вот, спасибо, побольше снимаете видео, показания первой помощи. Ну, у меня достаточно много материалов по этому поводу. Так, значит, также действия совершать на столе и тем деткам, которые после года. Ну, вот пока ребенок помещается на стол, вот до этого момента, в общем-то, можно оказывать помощь на столе. А как только не помещается на стол, сразу перемещаемся на пол. Взрослым помощь оказывается на полу в большинстве случаев. Это прямо стандарт такой. Или на полу, ну, или если мы говорим про карету скорой помощи, да, в которой, соответственно, я работаю, у нас специальные кушетки, они достаточно жесткие для того, чтобы на них можно было это все дело выполнять. Да, кто-то спрашивает, что это самое, что выполнял прием Хеймлих, когда подумал, что кто-то там подавился, оказалось, что это судороги. Ну, здесь ситуация следующая, да, опять же, мы говорим о детях до года, да, поэтому вы визуально просто наблюдаете за тем, что происходит. Если ребенок у вас кушает, вот, и в процессе того, как он кушает, он начинает давиться, да, то есть у него сознание-то сохраняется. При судорогах, когда вы видите ребенка, он без сознания, самое главное, да, то есть то, чем судороги отличаются там от, например, мышечной дрожи при белой лихорадке, вот при ознобе. Как раз с отсутствием сознания, то есть когда ребенок подавился, он находится в сознании. Значит, ребенок давится молоком, как ему помочь переворачивать? Нет, переворачивать не надо, значит, еще раз повторяюсь, то есть детки, особенно когда маленькие, они давятся едой, это практически нормальная ситуация. Но поскольку молоко не может просто по факту никак закупорить верхние дыхательные пути из-за того, что оно жидкое, вот, даже если оно попадает в легкие, оно не затрудняет именно дыхание, да, то есть ребенок его откашляет. Поэтому жидкие вот такие вот, ну, там, варенье, условно говоря, какое-нибудь, вот, оно не может именно полностью закупорить верхние дыхательные пути. Вот, с другой стороны, маленьким детям до года вообще не рекомендуется ни мед, ни варенье, поэтому, ну, вот, и по этой причине возможно в том числе, вот, но мед по другой причине, да, там особенности, опять же, пищеварительного тракта, и я опять залезу не на свою территорию, вот, потому что, то есть, опять же, лучше это все дело предотвратить, да, а как предотвратить, это вам, по идее, должны коллеги рассказать. Это не моя сегодняшняя тема, хотя я тоже могу. Для деток постарше есть видео, да, на страничке, в принципе, у меня все есть. Опять же, у меня сегодня тема «Дети до года», вот, мне прям жестко оговорили, не лезь не в свое дело, вот, поэтому не лезу. А если ребенок проглотил, а не вдохнуло народное тело, тоже это отдельная тема для разговора, ну, естественно, ситуация не такая страшная, да, как когда ребенок перестал дышать. Тут в зависимости от того, что ребенок конкретно проглотил, вот. Ну, запомните прям четко, что если проглотил батарейку, то никаких там этот самый вариантов нет, сразу вызываете скорую, сразу едете в больницу, где есть детская хирургия, вот, вот, батарейка сама не проскочит, и, на самом деле, может, ну, то есть, она корродирует под действием кишечных соков, из нее может вылиться вот эта вот самая кислота, и эта кислота может прожечь кишку, да, или пищевод, если она там в пищеводе застрянет. Вот, и, к сожалению, были случаи даже летальных исходов деток, которые проглотили батарейку. Вот, а так в целом зависит, причем, кстати, чаще всего дети глотают вот эту, которую как таблетка, потому что ее проглотить удобнее всего. Вот, тут все, ну, то есть, как бы, тактика здесь зависит от того, что конкретно проглотило ребенок. Если это, вот, я говорю, батарейки, иголки, магниты, вот это вот все, то бегом в скорую помощь. Если это какие-нибудь там силиконовые резинки, что они часто еще глотают, там, кусок соски, например, да, отгрыз, проглотил, ну, это вообще прям стандартная история, то есть, практически все дети так делают. Какие-нибудь куски пенопласта, да, то есть, это не, смотрите, это небольшие предметы, которые округлые формы, а бумага, кстати, да, то есть, бумага, если, опять же, там, не целый журнал, огонек, ребенок у вас сгрыз, а там, кусок отгрыз, проглотил, ничего страшного абсолютно не произойдет, инородный предмет должен выйти из организма в течение пяти дней, значит, условно безопасно им считается бумага, пластик, округлые какие-то вот такие вот предметы, без острых углов, не металлические, то есть, те, которые не корродируют, вот, поэтому на монетку, то есть, если монету ребенок проглотил, все-таки желательно тоже обратиться в отделение экстремной помощи, да, или, ну, в хирургию для того, чтобы ее достали, потому что монетка может корродировать, коррозия на ней может быть, и может некоторый вред нанести, поэтому все зависит еще раз, да, от того, что ребенок проглотил, поэтому таким образом вы и действуете. Инородный предмет должен выйти в течение пяти суток. Вот, должен выйти в течение пяти суток, если этого не происходит, ну, тоже надо что-то предпринимать. Вот, с другой стороны, мы могли просто пропустить этот момент, если предмет особенно небольшой. Если подавился инородным телом, скоро и успеет. Ну, вот, да, я уже рассказывал в начале и в середине своего эфира, это, да, что в большинстве случаев, к сожалению, уже нет. Поэтому рассчитывать в данной ситуации придется, ну, в основном только на себя, потому что время, на самом деле, у нас от того, как подавился до потери сознания, максимум пять минут, и еще сверху пять минут, да, до того момента, как, возможно, будет нанесен серьезный вред головному мозгу, что называется, да. То есть, да, удастся человека завести, ну, нам уже, скорой помощи. Вот, совершенно нет гарантии, что все будет благополучно. То есть, это медицинским образом называется тяжелые неврологические осложнения, да. Ну, а проще говоря, в общем, плохо все будет, вот. Если так, вкратце. К сожалению, это такая неприятная тема. Да, что делать, если подавился молоком? Просто ждать и не мешать ребенку, на самом деле, не паниковать. Вот, не надо переворачивать ребенка, особенно до года. Вот, сейчас в последних рекомендациях, по крайней мере, отечественных, уже потихоньку, ну, стали говорить о том, что вроде бы можно переворачивать ребенка. То есть, там есть какие-то некоторые такие аспекты. Но, еще раз, никто не говорит, вот мы сегодня общаемся про детей до года. Запомните раз и навсегда, детей до года переворачивать и трясти категорически нельзя. Вот, потому что у ребенка, во-первых, ну, то есть, что называется, мозг в голове не очень плотно прикреплен, да. Вот, и вы можете, то, что называется, оторвать намет мозжечка. То есть, можете очень серьезно черепно-мозговую травму ребенку нанести. Вот, и есть даже в западной литературе так называемый синдром встряхнутого ребенка. Вот, шейк-синдром, ну, это я кривой перевод, на самом деле, перевожу, да. То есть, шейк-синдром, оно звучит как-то более органично. Вот, и тем не менее, да, то есть, когда там, ну, другая ситуация абсолютно, когда ребенок очень сильно кричит, мама очень сильно нервничает, да, и такая вот трясет, сейчас я покажу, вот такая прям трясет ребенка, что, ну, ой, вот так вот его трясет. Вот, и, на самом деле, это ведет, ну, к очень серьезной черепно-мозговой травме. Там, опять же, когда начали этот вопрос изучать, там, вплоть до летального, опять же, исхода. Потом начали, ну, выяснять, почему такое произошло, и вот раскрутили вот этот вот шейк-синдром. И теперь на Западе, да, опять же, там, в Америках, во всяких, с Великими Британиями, мамам в роддоме рассказывают обязательно, что ребенка ни в коем случае нельзя трясти, потому что, таким образом, вы нанесете ребенку очень серьезную травму. То же самое касается и вот этих вот всяких переворачиваний, да, в случае с приемом Хеймлиха. Вот, еще раз, значит, если ребенок подавился молоком, ничего не надо ждать. Просто наблюдайте за ребенком, и он самостоятельно откашляет вот это вот самое молоко. Ну, подержите его вертикально, если это маленький ребенок, да, ему надо не лежать. То есть, если он лежит, то или... Ну, то есть, желательно ребенка посадить и придерживать. Вот так вот вертикально он все откашляет. Вот, а если вы начнете ребенку переворачивать и трясти за ноги, вред ребенку, ну, то есть, ничего не грозит за счет того, что он подавился, а вред серьезный, здоровью его вы нанесете. Вот, поэтому еще раз не переворачиваем, не трясем, по крайней мере, до года. Вот, а что после года обсудить можно там, грубо говоря, в другой раз. Вот, опять же, у меня эта информация на страничке, честно говоря, все есть. Если покопаетесь, найдете. Вот, да, ну, вот я только что рассказал, да, несколько раз спрашивали, что делать. Ага, вот у меня тут уже Наталья Игоревна на комментарии за меня отвечает. Это, собственно, моя супруга, она же менеджер. Подбрасывайте ребенка. Ребенка до года, ну, вообще, на самом деле, рискованная эта манипуляция. То есть, в целом, тоже, если прям совсем маленького ребенка, то прямо не стоит. Вот, если старше года, ну, в целом, в принципе, почему нет? То есть, опять же, очень аккуратно этим занимайтесь, очень аккуратно ребенка подбрасывайте. Вот, еще раз повторюсь, да, когда вы ребенка трясете, вот, особенно там ребенка до года, это может очень серьезно повредить, собственно, головной мозг ребенка, да, потому что он плотно там в черепной коробке не закреплен, бьется об стенки, вот, и там есть такая, ну, вот, то есть, есть сосудистую структуру, которую можно просто оторвать. И все это дело будет сопровождаться внутричерепным кровотечением, которое тоже, в свою очередь, не очень здорово может закончиться, мягко говоря. Вот, я, конечно, сглаживаю углы, не хочу прям специально никого пугать, да, говорить там какие-то, ну, там, слова такие вот прям, вот, хотя тема такая, как бы, которая, ну, пугающая, да. Так, да, пожалуйста. Вот, значит, очень хороший вопрос, очень часто меня спрашивают, что ребенок без сознания, но сердце бьется, да, какие действия? Еще раз, смотрите, мы проверяем сознание, мы проверяем дыхание, даже если сердце все еще бьется, а на самом деле в ситуации, вот, когда ребенок у вас, ну, то есть, когда у нас прием Хеймлиха не увенчался успехом, а сердце-то будет еще биться на самом-то деле, да, поэтому мы вот к этой закрытому массажу сердцу приступаем еще на бьющемся сердце. То же самое касается, на самом деле, еще и утопления, да, то есть, как бы, сердце еще бьется, а мы выполняем вот эту вот сердечно-легочную реанимацию. Так, ну, вот смотрите, ситуация какая, да, то есть, ну, ничего страшного не произойдет, да, то есть, как нам, опять же, на этих на курсах объясняют, что что будет, вот, например, с вашим пациентом, если вы начнете выполнять сердечно-легочную реанимацию, вот, а ему это делать не надо, грубо говоря, то есть, в худшем случае, да, пациент, в общем-то, скажет, доктор, не надо, я живой. Вот, здесь такая же история, то есть, за счет выполнения ваших каких-то действий, вот, в конкретном случае, вы можете, например, своими действиями протолкнуть народный предмет, за счет вот этих вот сжатий, за счет ваших вдохов, и народный предмет выйдет или наружу, или внутрь, вот, пройдет достаточно глубоко, чтобы освободить один из бронхов. А, соответственно, если вы начнете, ну, то есть, за счет того, что вы будете сжимать грудную клетку на бьющемся сердце, не изменится ровным счетом ничего, то есть, негативных эффектов никаких не будет, вот, вы его не остановите, таким образом, это самое главное. Зато у вас есть вообще не нулевая вероятность изменить ситуацию так, да, что, в общем-то, вы ребенка спасете, вот, ну, опять же, или взрослого, то есть, это, на самом деле, общие рекомендации, универсальные для любого возраста. Так, ну, да, вот, нельзя ребенка подбрасывать, по крайней мере, вот, в этом возрасте, который мы обсуждаем. Вот, то, что ребенку нравится, это факт, да, может, нравится. Вот, хочется учиться, ну, учитесь, я не против. Так, ладно, давайте еще чуть-чуть. Если ребенка трясет по нашим дорогам, ну, слушайте, я уж надеюсь, что не настолько его трясет, чтобы он травму получил. Вообще, на самом-то деле, вот эти вот все детские кресла, да, они рассчитаны таким образом, чтобы ребенок не получил травму, в том числе, и, там, грубо говоря, при наезде на какой-то серьезный ухаб. Вот, то есть, там, чтобы ребенок, там, не подскочил, да, и, ну, вот, не получил, там, например, травму спины, в том числе. Поэтому, кстати, на самом-то деле, если вы прямо много ездите с маленькими детками, есть такие даже, ну, вот, прям совсем с новорожденного, там, до полугода или детками. Вот, прямо долго ездите. Там есть специальные такие детские кресла, которые вот прям лежачие. Вот, то есть, оно, ну, прям, прям люлька такая. Вот. Поэтому так. Вот. Не должно ничего такого происходить. Значит, или сбросьте скорость, вот, или подумайте над приобретением более комфортного автомобиля с лучшей подвеской. Вот, ну, это понятно, как бы. Вот. Все бы мы хотели ездить на таком автомобиле, а еще было бы неплохо дороги сделать. То есть, это больше такой риторический вопрос. Но еще раз, да, значит, правильный подбор кресла, подходящего вашему ребенку по возрасту, по весу, по всему остальному, это залог, в общем-то, безопасности вашего ребенка не только во время ДТП, но и при наезде, грубо говоря, на какие-то неровности на дороге, да. И если там, ну, вот, от ДТП вы там на 100% уберечься не можете, то можете, вот, сбросить скорость. Расскажите еще что-нибудь интересное. Я постоянно что-нибудь интересное рассказываю. Вот, у меня осталось буквально там несколько минут, поэтому прямо интересно и не успею. Вон, завтра я пойду на работу, и у меня, например, в сторис, сейчас, пока мне не запретило начальство, да, я рассказываю, на что мы ездим на скорую помощь. На скорую помощь, да, на что мы ездим. А коляски детские по ухабам рессоры спасут? Ну, должны спасти, да. А вы этот прям гоняете настолько на коляске, вот, чтобы еще и там ухабы какие-то надо было спасать. Вот, угу. Так. Слушайте, по поводу курсов, можно ли только платно, не могу вам точно сказать. Вообще, на самом-то деле, вот эти все курсы по оказанию первой помощи, например, если вы работаете на каком-нибудь там, ну, там, предприятии, да, там, на заводе, например, да, или там, не знаю, в трамвае на троллейбусном парке, или еще где-нибудь. То есть, работодатель обязан за свой счет организовывать вам вот эти вот курсы. Это прямо русским по белому написано в законе. Вот, то есть, есть определенный перечень специальностей, где людей прямо обязательно должны к этому ко всему готовить. Вот. В трудовом кодексе прямо конкретно это все дело прописано. Вот это, ну, то есть, это не будут бесплатные курсы, вот, но эти курсы будут бесплатны для вас, поскольку их оплачивает работодатель. Соответственно. Соответственно, значит, если работодатель этим не занимается, да, то есть, если не оплачивает вот эти вот курсы, то даже курсы там Красного Креста или МЧС, да, на самом-то деле для населения, то есть, для тех, кто на них ходит, они платные, вот. Вот, потому что, как ни странно, каким бы странным это ни показалось, но, собственно, манекены стоят денег, время, собственно, преподавателя стоит денег, помещение, съем, аренда вот этого помещения стоит денег. Поэтому, ну, к сожалению, у нас и медицина-то бесплатная нет, каким бы странным это кому не показалось, медицина у нас страховая. Вот, поэтому деньги все равно платятся, но деньги платятся опосредованно, да, то есть, они платятся из фонда медицинского страхования. Вот, поэтому с курсами примерно такая же история. То есть, даже если курсы бесплатные, за них все равно кто-то платит. Вот, если вы сможете найти того, кто платит за эти курсы, ну, здорово, значит, вам повезло. Вот, нет, значит, нет, к сожалению, вот так. Вот, кто-то спрашивал, хотят ли мне запретить эти самые мои сторис. Ну, вообще, да, я типа хожу по лезвию ножа, вот, и, ну, то есть, тут можно что-нибудь придумать. Вот, если мне начальство скажет, что кончай заниматься фигней, ну, как бы я, естественно, закончу. Вот, с другой стороны, опять же, я все сделаю, делаю максимально аккуратно и стараюсь даже, ну, например, не день в день. То есть, ну, если вы, например, смотрите вот эти вот сторисы, то они, ну, вот, они прямо по горячим следам выпускаются, да, а вот эти вот длительные ролики, которые, ну, там, на большую аудиторию, там, именно я потом из каждой смены делаю целый ролик, да, там, и вот день на скорой помощи, где вот эти вот все сторисы, они превращаются в, ну, слитное такое вот повествование. Кстати, сегодня на канале как раз вот такой вот 11-минутный ролик вышел, да, это IGTV получается. Вот, и, ну, вот, не привязано оно даже к дате, вот, получается. То есть, невозможно будет потом... Самое главное, то есть, почему могут запретить? Потому что риск разглашения личной информации, врачебные тайны и всю остальную прочую ерунду, вот, которая, как бы, может действительно с юридической точки зрения серьезно прилететь по голове мне и начальству. То есть, там, что я там снимаю себя, то, что я снимаю, там, грубо говоря, машину скорой помощи, это никому особенно неинтересно, вот. Так, угу. Не нужно запрещать. Ну, слушайте, мне тоже нравится, на самом деле, происходящее, вот. Я вижу вашу реакцию и поэтому, поэтому, да, поэтому показываю. Вот, ну, уже пять роликов у меня есть. Надеюсь, что завтра будет шестой, так что этот самый, ну, можно будет посмотреть. Так, все, вроде как время у нас потихоньку заканчивается, вот. На ваши вопросы я с удовольствием в следующий раз отвечу. Вот. Постараюсь почаще у себя на страничке устраивать прямые эфиры именно, да, потому что мне это тоже в том числе нравится. Просто сейчас у меня был, скажем так, курс по неотложной помощи, где на каждую тему я тоже устраивал прямой эфир, вот. И, ну, соответственно, как бы то, что я не появлялся на большой аудитории, не значит, что в эфире я не был. Вот, поэтому эфиров у меня было прям много. Ну, кто я по образованию? Врач скорой помощи, специальность у меня педиатрия, вот. А еще я по образованию фельдшер скорой помощи, но это было до врача скорой помощи, вот, поэтому так. Так, и, собственно говоря, после диплома у меня по скорой помощи, вот. Так, все. Я врач, вот. Ну, то есть фельдшерский сертификат у меня тоже где-то валяется, но поскольку высшее образование, оно, скажем так, перебивает фельдшерское, да, соответственно, я врач скорой помощи, да. Работаю я на детской неотложной помощи в Калининском районе города Санкт-Петербурга. Это именно специализированная скорая помощь, именно детская, и почему она неотложная, то есть есть у нас неотложная помощь, есть скорая, вот. Скорая помощь занимается оказанием помощи, ну, там, на улице, да, там, травмы кровотечения, отравления, вот это вот все, а неотложная помощь занимается как раз, ну, там, условно говоря, всякой ерундой, да, то есть температурой, болями в животе и всем остальным, вот. Но мы забираем эту всю работу как раз-таки у 03, вот, и, соответственно, мы ее делаем узкопрофильно и хорошо, потому что занимаемся только ей, вот, потому что на самом деле у нас, ну, как у нас только врачебные бригады, да, которые состоят из педиатров, которые, ну, вот 24 на 7, что называется, этим всем делом занимаются. Поэтому система у нас классная, вот. Даже в Москве такого нет, вот. И на этой, на этой нотке, что называется, самолюбование, да, некоторого такого, нет, я не себя хвалю, вот, я хвалю, как ни странно, систему, да, которая работает у нас в Санкт-Петербурге. То есть хвалю свою работу, на которой я работаю и очень ее люблю, вот. Так вот, на этой нотке, собственно говоря, заканчиваем мы наш прямой эфир. Спасибо большое за внимание и до свидания.